Всем привет, меня зовут Сергей, мы продолжаем с вами проходить кислород. Приехал новый апдейт, буквально вчера я вообще очень хотел записать эту серию пораньше, но там угрожали этим обновлением. Решил уже дождаться, вот оно и есть, и вот давайте, в общем-то, посмотрим, что теперь следующий апгрейд через 7 недель и 6 дней. Ёлки-палки, снимать не переснимать, хоть заново начинаем, но заново начинать мы не будем. Возможно, а возможно, кстати, и будем. По одной простой причине. У нас сейчас какой там был написан? 218-й цикл, да? По-моему, 218-й цикл был у нашей колонии, но сейчас уже загрузимся. 219-й цикл! Так, давайте-ка я нажиму. Ага. Мы на протяжении всей этой нашей отстройки, да, ну сначала про апдейт скажу уж, ладно, раз начали апдейт, заключается в том, что... где? Супер-ВМ исследовать. Так, контроль движения дупликантов это было. Вот, транзитные трубки. Транзитная трубка быстро перемещает дупликантов от точки доступа транзитной системы для точки выхода транзитной трубки. Наверняка многие из вас видели футураму, да? Я думаю, сразу все все прекрасно поняли. Точка доступа к транзитной системе и пересечения транзитной трубки. Так, ну ладно, мы с этим разберемся, но это у нас не задача первой важности. Знаете, что у нас задача первой важности? Мы реально пока отстраивались до 219-го цикла. Я думал, наша проблема будет заключаться в воде, но в воде у нас тоже явно скоро уже будет очень-очень большая проблема, потому что вот она загрязненная здесь уже кончилась, наверху бассейна практически нет, есть лед. Отсюда можно слить как-то, по диагонали прокопать, так-так-так, оно все протечет, затопит мне тут все нахрен. Ну можно, можно, можно еще где-то циклов на 40-50 решить эту проблему за счет двух резервуров. Но опять же, это не то, это не задача первой важности, что на протяжении всех этих дней жрали наши дупликанты. Они жрали землю, буквально, практически. Я особо не заморачивался на постройку этой еды, на постройку ферм, вот тут зачатки какие-то были, те подохли. Дупликанты жрали землю, где-где-где, вот этот высер микробов, мышистый батон, ягодный батончик. Размолотая щетинистая ягодка с экстремально долгим сроком хранения. Зерно морозной пшеницы и щетинистая ягодка. Блин, это походу, батончик из мукоедов, походу это это, щетинистая ягодка, ее же раньше не было, видимо, какое-то новое растение приехало, да, у меня навряд ли оно тут прогружено. Сумеречная шляпка, шляпка придун. Ну да, для того, чтобы эта щетинистая хрено-то появилась, видимо, надо генерировать все по новой. Бальзамная линия, лилия, точнее, а не линия. Ну так вот, то, что, кстати, готово к сбору урожая, это хорошо. Хорошо, еще один повод мне, скажем так, для генерации нового мира. Потому что, так как они еще у меня жрали землю, где вот почва земли, 0 килограмм, 0, 0 килограмм земли, Карл. И при этом у меня нет никаких ни ферм, ни хрена. Проще всего говорили заморочиться с постройкой этой морозной пшеницы, фермы морозной пшеницы. У меня, в принципе, есть раскопка в ледяной биом, есть здесь, есть здесь уже, а, нет, здесь температура минус 28, и сюда все прокопано. Можно, в принципе, прямо тут захреначить. У меня есть просто 15-500 калорий, как вы видите. Можно еще, в принципе, побегать здесь грибы всякие, пособирать, сколько успею, пока кончается эта еда. Но пока вот эта вот еда кончается, это все мое время, которое мне отведено для того, чтобы построить морозную фирму. Наверное, это будет самый-самый-самый просто быстрый выход из сложившейся ситуации. Я попробую, но не исключено, что именно в этой серии моя колония начнет умирать, и это будет очень грустно. Я помню про ваши имена, да, я помню, не забыл, но пока что нет, пока что подождите, сначала решаем вопрос с едой. Морозная пшеница, требование температуры от минус 55 до 5 атмосферы, кислород, загрязненный углекислый газ, атмосферное давление 150-10 тысяч. Очень широкий диапазон. Дополнительный рост перекультивирования, удобрения, орошения, вода. Реально, очень, просто очень-очень высокие, широкие диапазоны. Действительно, будет нетрудно построить всю эту фирму. Я, наверное, просто шлюз сюда уроню, и все. И даже особо как-то заморачиваться не буду со стройкой чего-либо еще. Внесу здесь эти самые, внизу здесь всякие горшки эти. Во что, кстати, сажать морозную пшеницу, скажите мне, пожалуйста, блокферма гидропонную? Скорее всего, в обычную блокферму, правильно? Наверное, да. Ладно, сейчас я запилю шлюза, а потом все остальное посмотрим. Ну, вообще, какие-то очень странные, они эти способы перемещения стали сюда добавлять. Лучше бы, я не знаю, возможно, какие-то угрозы сделали новые. Так, 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 да, зерно морозной пшеницы высаживается прямо сюда. Это прекрасно. Почему я не могу его посадить? Семена не выбраны. Вот, выбраны. Не могу, не могу, не могу, не могу. Нет, серьезно, там даже высох... Че-че? А, это мне показывает шанс произвести семя. Я его не могу посадить, потому что оно ни на что не установлено, что ли? Ну, здесь у меня тоже горшки ни на что не установлены, блокферма. Сбоку, может быть, какой-то крепеж должен быть. Или это просто-напросто из-за лестницы? Я не думал просто, что это из-за лестницы, да? Ну-ка, покажите мне. Я не думал реально, что лестница будет ей мешать, этим кустам, потому что лестница очень мало чему мешает. Да, 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 да. Да, это было именно из-за лестницы. Хорошо, отмена паники. Сейчас я тогда застраиваю здесь все просто жратвой. И, возможно, мы спасены. Еды еще 15500, все хорошо. Так, пошел процесс, пошел процесс, пошла застройка. Сейчас все будет. Еда будет, вода, возможно, тоже будет. Не исключено, что все мы выживем. А, возможно, и нет. Не знаю. Ну, конечно. И все равно они все поперлись спать. Ну, мне очень охота, на самом деле, сейчас нажать на большую красную кнопку. Ну, ладно, пускай спят. Но я бы, на самом деле, на их месте, вот, просто не смог бы спать. Возможно, завтра они все умрут просто от голода. Ну, да, конечно же, пойдем поспим. Чего бы и нет. Я бы сначала уже все это высадил, пускай себе растет. А после этого поперся спать и не иначе. Есть одно маленькое новое всей этой истории. Морозная пшеница также будет требовать дерьмища и водичку для того, чтобы расти. В принципе, все как надо, все как в жизни. Но это обозначает, знаете, что такое малоиды? Я понимаю, что малоиды. Это обозначает то, что мне срочно надо копнуть еще бассейн, потому что вот этой воды надолго не хватит, а с этой... Да, я видел, писали там насчет тех микробов, что все равно микробы будут погибать в кислороде. От того, что даже если вставить эту самую воду сюда на... Тьфу, на какой раскислитель, чего я говорю-то? На электролизера подвезти. Типа все равно микробы будут погибать в кислороде. Ну попробуем, ладно, потом еще раз сделаю. Я сначала реально перепугался, думал, мне там все загадят микробами и хана, и все помрем. Ну не помрем, так не помрем. Так, здесь уже удобрили. Вроде как растет. Ну и пусть себе растет. А сколько у меня, а сколько... Агрокультура, удобрения. А удобрения-то у меня почти нет. Оно у меня раз-раз и кончится. Отвечаю. Блин, как-то все очень грустно. Мы скоро все умрем. А почему здесь вода течь перестала? А? Все же нормально было. И тут вдруг раз, и действительно просто перестало. Тростниковое волокно, кстати. 13 штук тут лежит. Откуда? Сверху где-то здесь, наверное, кусты были какие-то. Правда, почему они чищут вода? Непонятно. Здесь она воняет. Уберите это, пожалуйста, кто-нибудь. Так, дайте-ка я, наверное, все же прокопаюсь сейчас к этим бассейнам. Осадочная порода. Кстати, у меня как один из быстрых способов решения проблемы. Вот, тут же есть земля. Можно ее, например, все сейчас повыкапывать и... Блин, 2000, 2000 калорий, 2000 калорий, 2000 калорий. Калорий 2000 срочно. Сначала землю, сначала землю, потом вода, потом все остальное. Хотя бы еще маленько земли понакопать. Пускай они у меня дальше жрут эти мшистые батончики. Возможно, это даст какую-то фуру и колония еще протянет до тех пор, пока созреет пшеница. А возможно и нет. Знаете, что самое прикольное? Земли-то практически уже все, практически не осталось. Это реально какая-то... Это... Это несправедливо, как минимум. Мы столько времени сюда копали, копали, копали. Наконец-то докопались. Переобустроили всю эту базу. Хрен знает сколько времени ушло на эту перестройку. Сделали. Сделали перестройку. Теперь все красиво, замечательно. Просто разложено по полочкам. И именно в этой новой красивой базе мы все радостно издохнем. Да? А когда здесь температура-то так резко повыситься успела? С какого хрена? Алло! Там же только что был минус. Минус 17. Здесь уже 3. 17. Здесь минус 26. Это пшеница так, что ли, греет? Блин, они же горячую воду сюда таскают, да? Походу да. Походу... Ё-моё! Вот это... И Каталина стоит! Стоит! Улыбается на пьедестале. Ай ты, моя молодец! Ну... Все, ребята, походу, делал. Надо было сначала же правильно охладить воду, а потом уже тащить в эту пшеницу. Я горячей водой залил просто свою холодную ферму и... Да. О боже, мы все умрем. Так, ладно. Что мне позволит протянуть еще хоть какое-то время, пока я попытаюсь решить эту проблему с температурой? Сумеречная шляпка, например. Дай-ка ее сюда, включить автосбор урожая. На девятку. Так, 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 дай-ка мне, дай-ка мне, дай-ка мне. Вот карта урожая. Пинча перечная. Перечный орех в качестве приправы для еды. То есть, именно в качестве приправы приготовить тебя чисто голый перец они жрать вряд ли будут, да? Жаль, могли бы. Барбекю лезяная, перченый хлебушек, зерно, перечный орех, да, вот оно. Фаршированная ягодка. Блин, это это. Это как-то вот, например, еще грибы лежат. 12 800 питательность. Обоссаться. Надо срочно сюда копнуть, вытащить оттуда грибы. Хоть на какое-то время у меня эта проблема реально будет решена. Вот еще сумеречная шляпка. Так, пускай вообще вот так будет. А вон там еще грибы лежат. Ой, копаю за еду, называется. Причем буквально это именно так сейчас оно и есть. Музыка новой добавилась. Слышите? Прям вообще-вообще. Давайте я помолчу, а вы музыку послушаете. Я тут в поисках земли все еще. Потому что земля это самый быстрый способ решения всех наших проблем пока что. Мало еды, снова мне говорят. Я понимаю, 7998, а что я сделаю-то? Мало ресурсов гриб, да, здесь грибов не хватает. Грибы я уже выкопал практически все, которые были. Вот сюда, только надо еще продраться. Так, сколько здесь, восьмерка? Нет, давай девятку. Давай девятку, давай девятку, давай девятку. Потому что грибы штука такая питательная. Здесь они мне позволят протянуть подольше. А вон здесь еще можно гриб, кстати, 6400 выкопать. Окей. А вон здесь два вообще целых. Надо срочно до всего этого докопаться. Попробую здесь сделать грибную ферму еще. Вроде как ей подходят все эти самые все условия. Единственное, что опять возможно будет перегрев. Но я делаю сейчас штуки четыре. Блин, они обеззараживать постоянно будут бегать. Надо оно мне, нет. Здесь вон сделал две рядом с холододыхом. По-хорошему, конечно, да, стоит делать ферму холодильник, а не вот так вот фигней страдать. Но это просто самое быстрое решение, которое я могу сейчас сделать. А холодильниками будем озадачиваться, наверное, уже потом. Так, еды резко прибавилось. 22-23 тысячи калорий. Потому что здесь докопались до грибов. Давайте докопаемся еще куда-нибудь. Вот, например, сюда. И сюда, и сюда. Слезь в легких? У кого? Хасан! Ну правильно, у Хасана иммунитет 0%. Так, Хасан! Ох, не уследил я, ох, не уследил. Хасан, погоди. Хасан у нас только на готовке? Да, Хасан у нас только на готовке. Так, Хасан. Нет. Это нет, это нет, это нет. Ничего нет, никуда нет. Хасан, ты идешь, идешь, идешь сюда. Идёшь сюда, идёшь на девятку И... Блин, запереть его вообще здесь Думаю, да, думаю, стоит Короче, всё Хасана мы отсюда вообще не выпустим Единственное, что у меня тут нет ни холодильника Нифига, то есть рано или поздно ему, скорее всего, еда понадобится По-хорошему Разберу, наверное, массажный стол Да закину сюда чуть-чуть еды Хотя... Хотя, хотя... 14 тысяч калорий У меня еды и так-то, можно сказать, нет А я ещё пытаюсь с умирающим поделиться Пусть это выживает сильнейшее Жестоко, конечно, но в нашем случае Возможно, это даже оправдано Нет, ну я не могу так поступить с Хасаном Да, конечно же, нет, ладно, пофиг Иди, Хасан, иди ешь, иди, 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 иди Иди, так и быть Ой Пшеница созревает очень долго Вот реально очень Прямо 11% Жизненный цикл 80 циклов Очень, 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 очень долго Это чтобы мне пшеница постоянно давала урожай Вот прям постоянно Мне так-то до хрена её надо Реально сделать такую длинную Ну хотя на 10 рыл Не так, чтобы... Хотя нет, всё же много Короче, ну это надо делать Именно фирму-холодильник По всем правилам Земля нужна даже для того Чтобы заниматься наукой А вот земли То у меня Теперь Вообще Здесь Нет И чё делать? Реально Вокруг базы Её тут нету в принципе нигде Всякие там Гранит, песчаник И так далее Это да, это есть Но последнюю землю Которую я видел Я её уже Пустил на жратву Мы реально Сожрали всю землю И теперь Не можем быть умными Вон здесь ещё грибы До хрена Кстати Можно было бы Конечно Сейчас до них ещё Докопаться Здесь и копать Не так и много Надо будет Больше струить Чем копать Сюда вообще Углекислый газ Нужен на грибы Я не Мало еды Еда разложь Где еда? Почему нету Электричества-то? С хрена ли бань Ты упала? Ну понятно Мне просто Не всегда хватает Мощности Просто одного Этого угольного Генератора Чтобы Электричество Шло везде Везде Куда оно тут Загружено Ясно Понятно Двух трансформаторов Одного генератора Но всю вот эту вот Конструкцию уже Нифига не хватает Сюда в первую очередь На нижний трансформатор Идёт максимум А сюда уже Получается Проходят Остатки Этот генератор Работает не всегда А вот когда он работает Тогда и включаются Холодильники Вот оно чё Ясно Ясно Понятно Еды Ноль калорий Чё-то по ходу дела Мы сейчас все начнём Умирать Ванючка Заразился слизью В лёгких Вдыхая кислород Вот так вот Подышал на свою голову Ещё один Возможно Скоро отправится К этим К праотцам Единственная Койка У меня это Занято Ну Хасан Иммунитет Так-то уже Пошёл вверх Ай-яй-яй Я не хочу Сейчас индейцев Называть Вашими именами Идниками Вы что Если у меня Подписчики Начнут тут Ласты склеивать Прямо на моей базе Зачем оно мне надо Ну вон эти стоят Госман Госман Господи Ну Такое грустное Лисон Я ничем не могу Помочь тебе Госман Хотя могу Я могу загрузить Тебя работой И отправить копать Слизь Чтобы ты тоже Получил Или получила Слизь в лёгких По-моему Это всё же она Никак не могу Определиться Госман Вачовский Блин Зачем я Зачем я Это Вот давай Обычный блок Сюда кинем Где-то Как-то Примерно Вот так Хотя Зачем я Это делаю Это по-моему Уже просто Мёртвом Мёртвом Припарке Да Все вот эти Вот попытки Что-то сделать Слизь в лёгких Низбет Ну Да Скоро Все поляжем Да Эта игра Она абсолютно Не прощает ошибок Но и правильно Сделает В принципе То знаете Как получилось Я Изначально Не заморачивался Особо на всякие Экзокостюмы И всё прочее Хотя писали в комментах Что Построю Построю экзокостюмы Ещё Вот теперь У меня Все болеют Вон Уходят По базе Начинается У них Там прям Беда 77% Стресса Возможно Ещё и Бактерии Принесли Ну Ё-моё Здесь просто Всё в бактериях Здесь бактерия Койки в бактериях Это Это просто Начало Конца The end is near И всё В таком духе Вода Течь Перестала С какого-то перепога Земля кончилась Еда кончилась Вообще Всё кончилось Вон Чихает Прямо В душевой Ходит Хасан Короче Походу Дело Надо будет Реально Сейчас просто Начинать По новой Да и в принципе С учётом того Что это моя Первая колония После такого Долгого перерыва Я же в кислород Не играл давно Я как-то Даже немного Удивлён Что мы протянули До 226 Цикла Вон Но это Походу Дело Всё Это уже Конец 226 Цикл Моя колония Ещё жива В принципе Можно было бы Ещё и Наверное Попытаться Как-то Спасти Но Если я Начну По новой Загенерирую Просто абсолютно Всё По новой То тогда У меня Появятся И новые Всякие Эти Гейзеры Про которые Говорили И новые Растения Какая-то Там Охлаждалка Ещё Новая Появилась Ещё Всё прочее Мало Еды Опять пишет Да-да Я наверное Знаете Что сделаю Я начну Но Следующий видос Когда выйдет Он выйдет Не с самого Начала Колонии А колония Будет уже Развита Если Не до Вот такой Ступени На которой Мы сейчас Находимся То Я не знаю Большую часть Прогресса Я точно Пройду Потому что Смысл вам Смотреть Почти одно И то же Опять же Правильно Я вот тоже Думаю Что правильно Большую часть Прогресса Я опять Пройду И следую Почти Всё Что здесь Исследовано И плюс Надо будет Уже Озадачиться Именно Холодильниками Правильными Холодильниками Правильными Холодными Фермами И правильным Менеджментом Температуры Потому что Сейчас Температура Это то Из-за чего Я собственно Говоря И погорел Здесь Просто Вот это Вот Всё Вот это Это просто Жесть Здесь Ни хрена Не охлаждается Но У игры Тоже есть Свои Приколюхи Вот например Лёд Который лежит В горячей воде Он у нас тут Лежит уже Больше недели По моему Он никак не растает То есть Те кто думает Что в игре Всё сделано По физике Нифига подобного Здесь даже близко Не всё сделано По физике У игры Есть свои условия Свои условности Надо их Просто-напросто Изучить Подстроиться Под них И тогда Всё будет путём Здесь опять Всё холодное Индейцы мои Все перегреты Просто Все перегреты Но здесь Реально Жесть находится Просто Такая Жесть Ой Короче Ребят Пошёл Пошёл я Основывать Новую колонию Ну и чтобы Больше не тратить Время на всякие Перестройки И так далее Вот у меня Примерно сейчас Есть план Этой базы Я его ещё Более компактным Сделаю Водород здесь Откуда-то Откуда его Столько здесь От трансформатора Или Со склада У меня Со склада Чё-то испаряется Скорее всего Не важно Важно То что Пошёл я Сделаю Новую колонию У меня теперь Есть вот этот План базы Так сказать Я сразу Примерно По этому плану Пойду отстраиваться Они уже Все голодают Просто все Они ходят Бездельничают И голодают Не пройдёт Наверное Просто и неделя И они все У меня Поумирают Но нет Нет Они не умрут Они не умрут Они просто-напросто Уйдут В закат И придут К нам В следующей колонии И когда мы с вами Будем отстраивать Следующую колонию Как я уже сказал Будем сразу Очень сильно Заморачиваться На менеджмент Температуру Потому что В этот раз Я особо Не придавал Значения Не обращал Внимания На все эти Температуры И как я уже говорил Именно это стало Причиной Просто Конца Этой базы Вот реально А в следующий раз Мы будем сразу Всего вовремя Охлаждать Либо вовремя Подогревать И чтобы На выходе Так сказать Вода была Именно той температурой Которой она нам нужна Мне так жалко Прощаться с Каталиной Ну правда Правда Очень жалко Но если долго На нее смотреть В этой базе То она просто умрет Короче Все Пошел я Слись в легких Опять Да Пошел я Строить новую базу Ребята И увидимся мы с вами Уже в следующей серии Я правда не уверен Что эта следующая серия Выйдет прямо так же Опять по расписанию Через то же Через то же время Что вышло это В сравнении с предыдущей Потому что Мне надо будет построить Эту базу На это все уйдет Время И довольно таки Много времени На новую базу На новое развитие И все тому подобное Но как только Смогу Так сразу Эта новая серия Появится А на сегодня все Всем спасибо За просмотр До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова